Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалье на канале 360 Ангарск. С вами Ольга Волошина. Более чем на 5% подорожал хлеб в стране за год. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Лидером по росту цен стали крупа и бобовые. За год их стоимость увеличилась почти на 25%. Ранее высшая школа экономики сообщила о максимальном за 10 лет падении покупательской способности россиян. Добрый день, уважаемые ангарчане. Сегодня я хотел бы вернуться к нашей теме предыдущей. Это мусорная реформа, но уже в контексте того, как она коснулась нас и конкретно про мусороперерабатывающих, как утверждает наша власть, в заводах. Но я думаю, что все-таки мусоросжигательные заводы – это гораздо точнее формулировка. Позже я расскажу, почему. Итак, на сегодняшний день в нашем городе Ангарске организуется мегасвалка, которая будет принимать и уже принимает на себя весь мусор с юга нашей области. Ну, практически с половины области. Это и Шелиховский район, это и Иркутский район, это и Слюдянский район, это и Усольский район. Больше того, мы еще принимаем мусор с Качукского и Сжигаловского района. Мусор еще будет свозиться с нашего Байкальска, с той вот 12-й карты, в которую в свое время, наверное, с 88-го где-то года, свозился мусор бытовой ТБО. ТБО, значит, свозился с города Байкальска, а теперь вся вот каша, что организовалась, там же ведь Легнин у нас еще, естественно, с того еще времени, когда БЦБК работал, он еще сохранился, естественно, перемешался с мусором. И по предписанию прокуратуры, байкальские власти возят этот мусор к нам в Ангарск, сюда, на нашу свалку. Хотя наш уважаемый действующий мэр говорил о том, что никуда никто не возится, все это неправда. И подтверждается это решением Кировского районного суда города Иркутска, где четко, черным по белому написано, что суд установил, что с января 2019 года по май 2020 с байкальской вот этой 12-й карты байкальской несанкционированной свалки вывезено 9 тысяч, порядка 9, там 8-900 с копейками тысяч кубических метров вот этого мусора, перемешанного с Легнином, к нам в Ангарск. Ну а теперь вернемся, давайте, к нашим мусороперерабатывающим заводам. Совершенно очевидно, учитывая, так сказать, экономическую составляющую этой ситуации, значит, это будут мусоросжигательные заводы. Больше того, открыта кредитная линия Ростехом, открыта кредитная линия внешнеэкономбанки на 600, порядка миллиардов рублей, на строительство как раз вот такого рода именно мусоросжигательных заводов. Это прям документальная вещь, понимаете? Я категорически против того, чтобы вот этот бардак происходил у нас в Ангарске. Я категорически против того, чтобы действующий мэр нас не только там обворовал или еще чего-нибудь, а еще и, извините, травил. Категорически. Я призываю вас, уважаемые ангарчане, мы имеем уникальнейшую возможность 13 сентября переизбрать, переделать власть ту, которая нас не слышит и не хочет слышать, на ту, которая будет нас как минимум уважать. Вот именно 13 числа придите все и проголосуйте за кого угодно, но ни в коем случае не голосуйте за партию жуликов и воров, которые нас, мало того, чтобы обворовывать, сейчас еще и хотят удушить. Спасибо, мои дорогие. Субтитры предоставил DimaTorzok 32-летний мужчина пострадал в минувшую субботу во время пожара. Он случился в одном из домов 178-го квартала. Сообщение о возгорании поступило на пульт тревоги рано утром. Загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шел дым, подъезд был задымлен. В комнате на полу обнаружили молодого ангарчанина с ожогом нижних конечностей и отравлением угарным газом. Он госпитализирован в БСМП. Предположительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Продолжаем выпуск. Несколько сотен человек собрал в минувшую субботу митинг против строительства мусороперерабатывающего завода в Ангарском городском округе. Несмотря на то, что мероприятие было согласовано, некие граждане сделали все, чтобы его сорвать. На подобные митинги практически всегда собирается не менее сотня ангарчан. Нынче было раза в три больше. И это невзирая на то, что пробраться к месту проведения в эту субботу было проблематично. На какие-то старательные строители перекрыли почти все въезды к площади у Музея Победы. Петровая администрация перекопали весь город. Все подъезды к этой площади перекрыли. И тем не менее сюда пришли люди. Они пришли, потому что им есть что сказать. Им есть что предъявить власти. Им есть что заявить как перспективу развития Ангарска. Митинг проходил под лозунгами за справедливую народную власть в Ангарске. Руки прочь от Байкала против строительства мусороперерабатывающего завода. Депутаты законодательного собрания раскритиковали закон о вырубках на берегах самого глубокого озера планеты и заявили. Госдума не спрашивала мнения областного парламента, когда его принимала. Также было отмечено, создание мусорного полигона в Ангарском городском округе незаконно. Дорогие друзья, на вас огромная ответственность от вашего голосования, от того, как вы потом будете защищать результаты своего выбора. Очень многое зависит. Я хочу, чтобы вы это осознали. Это не просто общие слова. Это общая надежда миллионов на самом деле людей. Активное участие в митинге принял журналист и общественный деятель Максим Шевченко. Он рассказал о борьбе с жителей Владимирской области против создания мусорной свалки для отходов из Москвы. После акции подвел кое-какие итоги. Я рад верить в людей, которые измученные жизнью и движимые желанием эту жизнь изменить к лучшему, пришли сегодня на этот митинг. И, кажется, это люди-герои. Максим – сторонник левых сил. Много путешествует по стране. Но увиденное на ангарском митинге его поразило. Работал человек, который пилил тут камень. И каменная пыль летела на детей. Почему-то сотрудники полиции не отреагировали на это. Хотя это прямой акт угрозы здоровью детей. Поскольку силикона каменная пыль, она вырабатывает, ну, как бы способствует развитию туберкулеза. Он даже не поливал водой. Этот человек был прислан от администрации, скорее всего, вероятно. Кроме этого, какие-то ходили тут, сразу траву собирали, еще чего-то. Но это все показывает их страх. Их страх. Когда твой противник боится, значит, ты все правильно делаешь и на правильном пути. По итогам митинга были собраны подписи за проведение референдума по вопросу строительства полигона в Ангарском городском округе. Также внесены требования об изменениях в схему по обращению с отходами, о проведении независимого аудита действующей свалки. А также необходимо наложить мораторий на строительство любых объектов по обращению с отходами без широкого обсуждения. Альберт Домнин. Новости 360. Ангарск. Масштабные проверки по выявлению несовершеннолетних нарушителей на железной дороге будут проходить в Иркутской области вплоть до 10 числа. Их в рамках акции «Транспорт и дети» организовали транспортная полиция и местные администрации. Как сообщает НТС, работа по профилактике детского и подросткового травматизма с началом учебного года усилена. В ближайший месяц запланировано провести в школах, детсадах и училищах Иркутской области и Бурятии уроки о правилах безопасности. А на деле оказалось по-другому. Тротуарную плитку на улице космонавтов так и не вернули на прежнее место. Жители забили тревогу еще в конце мая, когда рабочие начали снимать покрытие. Негодование ангарчан было понятным. Оно находилось в отличном состоянии. Сейчас здесь обычный асфальт. А ведь почти три месяца назад в администрации города заверили, что плитку снимают, чтобы разровнять грунт, после чего вернут на старое место. Однако этого так и не произошло. Чем была вызвана такая острая необходимость снятия хорошего покрытия, вероятно, понятна только чиновникам. Мемориальный турнир памяти Александра Косолапова состоялся в 20-й раз на футбольных полях спортивной школы Олимпийского резерва «Ермак». В этом году в нем приняли участие 10 коллективов. В этот день за главный трофей боролись команды, в числе которых победители чемпионатов города. Со временем турнир поменял формат, и в последние годы в нем поднимают участие спортсмены старше 35 лет. Возраст участников в общем ограничен, конечно, мы стараемся все-таки, он как ветеранский турнир, как бы в мире принято ветеранов считать с 35 лет. Ну, в общем, под эту категорию большинство команд, конечно, попадает. Одинску, конечно, мы даем небольшую фору, так как они первый раз участвуют, у них и участники есть помоложе. На поле в составах разных команд выходили борцы, боксеры, волейболисты, хоккеисты, просто любители спорта и активного образа жизни, для которых память была тем связующим звеном, а футбол – объединительной силой. Александр Косолапов был очень интересный человек, любил спорт, любил друзей своих. Мы вот как можем сохраняем память о нем и при этом, значит, стараемся, чтобы именно футбол в нашем городе не умирал, чтобы не только команды мастеров и детских школ существовали, а чтобы футбол жил и, как говорится, в народе. Коллективы, разбившись на две подгруппы, провели круговой турнир на двух полях, а потом пошла рубка на вылет, где пары были составлены по принципу «сильнейший играет со слабейшим». Хотя эта классификация была очень условной и не отражала всей силы команд. Сюрприз могла принести каждая, и удалось это Сибири, которая нанесла поражение Буревестнику. По словам организаторов, соревнования будут проводить и дальше. На следующий футбольный сезон в Мемориале смогут поучаствовать команды трудовых коллективов и спортшкол Ангарска. Альберт Домнин, новости 360 Ангарска. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. А на сайте ангарск360.ру кроме наших новостей найдете телепрограмму и много другой полезной информации. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды. Не только для ангарчан, но и жителей других городов при Байкале. Здравствуйте! Это погода на канале 360 Ангарск. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 8 сентября солнечно. В обед температура воздуха составит плюс 20 градусов. В темное время до плюс 14 и дождь. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. В Листвянке такая же погода. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 13 и дождь. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Спонсор программы прогноз погоды школа Сарабан уже ждет новых учеников в группы сентября. Мы знаем, как запустить мозг ребенка в новом учебном году. Чтобы ребенок хорошо запомнил, быстро мыслил, умел сконцентрироваться на главном и стремился к новым знаниям. Школа Сарабан работает по адресам. 88-й квартал, дом 26. И 14-й микрорайон, дом 1, здание ДСАФ, офис 115. Школа устного счета Сарабан. Развитие мозга ребенка, активизация памяти и внимания. Стать гением просто. Приглашаем на бесплатные промо-уроки. Телефон 8-950-072-45-42. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник пасмурно, в обед 20 градусов тепла. Ночью до плюс 11 и дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале 360 Ангарска. Я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Смотрите метеопрогноз на канале 360 Ангарска.